Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что в первую очередь вам нужно решить, что вы будете делать. В первую очередь вам нужно решить, чего вы хотите для себя во всей этой истории. То есть понятно, что и мужчина, и вы очень дорожите друг другом, понятно, что вам здесь тяжело, понятно, что возможно и ваш муж тоже раскаивается и расстраивается из-за того, что все это стало реальностью. Вот, и вы безусловно шокированы тем, что произошло. Вот. То есть тут, конечно, я вас понимал, но для решения проблем, для решения проблемы, вы, к сожалению, выбрали для себя достаточно удобную позицию. Позиция так называемой депрессии, да? Когда вы ни за что вроде бы как не отвечаете. То есть просто, грубо говоря, обвиняете во всем своего мужа, да? Вот. Представляете ему претензии за то, что вот как так, да? Мы с тобой столько лет прожили вместе, я для тебя старался сделать все, что в моих силах. Вот. Ты, наверное, не ценил, да? Ну и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Вашу обиду можно понять, но и вы постарайтесь понять. То же, что за данными аспектами, к сожалению, ничего не ставят. То есть никаких решений, ничего за этим не ставят. Решения стоят за четким принятием данной ситуации. Вот. За выявление причины следственных связей. За пониманием того, чего хочет мужчина, чего ему не хватает. Вот. За пониманием того, чего хотите вы в этой ситуации. То есть, что вы хотите, на что вы готовы, соответственно, готовы ли вы работать с отношениями или нет, да? То есть, или вы все-таки хотите отношения прервать. Вот. Тут решать исключительно вам. Вот. Ну и, соответственно, те мысли, которые у вас возникают в результате всей этой истории неприятной, да? То есть, те мысли, которые к вам приходят в голову теперь, например, негативные мысли о том, а как же я, а что мне делать, а что я из себя представляю. Например. 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 Вот. Эти мысли, они, безусловно, нуждаются в корректировке. То есть, если у вас есть определенные внутренние проблемы, да? Определенный внутренний конфликт, определенные внутренние противоречия. Вот. То его лучше разрешить, его лучше разрешить для того, чтобы вы могли, ну, более четко принимать решение в текущей ситуации. Согласен будет, потому что что-то случилось, уже случилось. Вот. У того, что случилось, есть причины, как бы неприятно это не звучало, да, но у того, что случилось, есть причины, и вам лучше бы эти причины признать, признать их наличие, признать наличие проблем. Вот. И чем быстрее вы это признаете, тем быстрее вы, ну, придете, придете, перейдете, значит, в сторону взаимодействия с реальным миром, вот, что и принесет по итогу вам удовлетворение. С другой стороны, ваше состояние депрессии, которое вы описываете, и которое, кстати, является, ну, диагнозом, да, то есть депрессия это диагноз. Депрессия это ни в коем случае не, ну, депрессию не может диагностировать человек сам себе, ну, вот, поэтому не то, чтобы я не верил вам, просто я больше всего не отскажу, что у вас депрессивное состояние, оно не депрессия. Так вот, значит, с другой стороны, ваше депрессивное состояние может быть вам очень полезно. Может быть очень вам полезно, если вы не получали внимание от своего мужчины все это время, допустим. Понимаете? То есть, если вы нуждаетесь во внимании мужчины, а вы его, это внимание самое, не получали. Вот если история складывается так, то тогда получается, что есть выгода вторичная от вашего состояния, от вашей позиции, в которой вы находите. И здесь уже можно говорить о ваших собственных мотивах и о вашей собственной удовлетворенности тем, что есть, например, на данный момент. Поэтому, насколько чиста ваша реакция, насколько она является самобытной по себе, да, и насколько эта реакция является адекватной тому, что произошло, тоже нужно выяснять. Вот, ну и, что-то вы пишите, вот у вас дома, обстановка пожар, да, вот, опять же, вы же понимаете, что не только муж ее создал, но и вы, вы тоже создаете эту обстановку. Соответственно, решите для себя, чего вы хотите. То есть, хотите ли вы, чтобы эта обстановка, ну, ушла, чтобы ее не было. Или вы хотите чего-то другого, вот. Если хотите, чтобы она ушла, то как? Понимаете, вы пишите, что вы не можете простить своего мужа, да, вот, вы пишите, что не могу простить. То есть, чтобы простить, нужно принять. Прощение, это принятие. А принятие, это понимание того, почему это произошло, понимание причин. Вот. А это определенная работа. Условно говоря, условно говоря, прощение, прощение, это получение представления о ситуации в такой форме, в какой она, эта форма вас не касается. То есть, это такая форма информации, которая вас не касается, то есть, к вам отношения не имеет. И напротив, и напротив, напротив, если, если вы не можете простить, да, что может быть, это происходит потому, что в глубине души вы знаете, что и вы ответственны за то, что произошло. И поэтому простить, то, что случилось, означает, либо признать собственную ошибку, что тяжело, либо признать, что вам нужно что-то менять. Что тоже, в общем-то, не самое, не самое легкое. Вот, соответственно, возможные варианты, по которым вы не можете простить своего мужа. Вот. И если вы готовы с этими аспектами работать, если вы готовы с ними взаимодействовать, то я думаю, что вам можно помочь. Не обязательно, конечно, это будет выражаться в сохранении семьи, да, то есть, может быть, именно сохранить семью вам не удастся. Ну, бывает такое, бывает. Вот. Ну, по крайней мере, решить, что делать, вы сможете вполне. Вот, вот так вот не видится ваша история, так не видится ваша ситуация. Вот, соответственно, если готовы работать, разбирать и мужа, и сами, значит, приходите на консультацию для, соответственно, работы, вот. Ну, сперва можете прийти сами, потом уже можно будет и мужа позвать. Вот. И только вот на заметной консультации, да, можно будет уже разобраться с тем, что происходит. Вот. Ну, потому что вы все-таки достаточно неопределенно написали о том, чего вы хотите в этой ситуации. Вот. Ну, просто в этой ситуации вы пишите он не хочет. Ну, он, понятно, не хочет. А вы? Ваши желания, они учитываются как-то или нет? Нет. То есть, при чем здесь он, почему речь идет о нем только? Ну, о нем и о его желаниях. Вот. Понимаете, насколько это, вот, такой важный момент? Так. Значит, дальше. Дальше. Значит, так. Девушка... Старше его на... Младше его на 16 лет. Женщина младше его на 16 лет. Вот. Выражение восторга ее внешностью, поклонение направляется на встречу. Ну, такое впечатление, что Мышина... М-м-м... Не восторга от своей... Роли в семье. Вот это я могу предположить. То есть, он хочет именно, вот, возможно, перед женщиной, ну, преклоняться, ну, преклоняться, да? То есть, ему важно именно преклоняться перед женщиной. Вот. Возможно, это не точно, но, возможно, может быть, это как кризис, ну, кризис возраста. Вот. Вот. А... Понимаете? А... Вот. Так что... Тут как бы нельзя исключать это, что у него может быть кризис просто. Вот. Просто кризис. Мужчина боится старости и, соответственно, хватается за жизнь. Так. Вот. Тут тоже нужно учитывать этот аспект. Вопрос только в том, хотите ли вы это... Хотите ли вы учитывать это? Вот. Так что смотрите, смотрите сами. Выбирайте. Подумайте ещё чего вы хотите. И психологи вам помогут в этом. Вот. Вообще надо прислушиваться к своим чувствам больше. К своим... Именно к своим чувствам. Да? То есть, без обвинения, без какого-то там... Без принуждения, да? Без негатива, вот. Если вы будете выражать... Просто выражать свои чувства, то... Нормализуется хотя бы потому, что... Это будет соответствовать вашему эмоциональному фону. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь на мой канал! Удачи!